И к новостям спорта. 28 и 29 ноября в городе проходит открытое первенство детской юношеской спортивной школы по боксу среди юношей. На ринге встретились не только тамбовские спортсмены, но и гости из города Михайлова Рязанской области. За участниками соревнований наблюдала наша съемочная группа. Начать соревнование представилась возможность новичкам. Для рассказывца Никиты Лазарева бой с незнакомым соперником прошел впервые. В спорте он два года, и этот турнир стал для него дебютным, но, к сожалению, пока не принес победы. По пути к финалу на ринг вышли 32 пары боксеров, которые преследовали главную цель – победить и получить путевку на решающие бои турнира. В весовой категории от 30 килограммов и тяжелее юноши отстаивали честь своих спортивных школ. Всего же открытое первенство объединило единомышленников из Тамбова, Рассказова, Уварова, Маршанска, Печаева, Мичуринска и Михайлова Рязанской области. Задумывали, как областное, открытое первенство в Герде рассказывали провести. Ну, откликнулись много людей с области приехали. Основная цель этого турнира – это для детей боевая практика, чтобы они учились себя вести правильно в ринге, не боялись, выходили без страха, приобретение опыта. Воспитанники отделений бокса спортивных школ показывали свою подготовку. Уверенным и сильным боксерам без сомнений везло больше, но и они не скрывали волнения перед боем. Ну, я сосредоточился на бою, хорошо размялся и вышел с уверенностью. Боксерские перчатки, защита и техника ведения боя исключительно по правилам – все, чем могут обороняться ребята на ринге. Но тот, кто оказался более решительным, смог одержать победу над соперником. Ну, вот когда он пробивал, ему можно было смело попасть в живот. И за это дают очки. Открытое первенство детской юношеской спортивной школы города Рассказово проходило в два дня. Во втором этапе определились победители в своих весовых категориях. С результатами первенства мы вас познакомим в следующем выпуске новостей 2 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова